Кикбоксинг – вид боевых искусств, в котором разрешены удары руками и ногами. Как и многие единоборства, развивает физические качества, однако при этом имеет несколько особенностей. Любая тренировка начинается с разминки. В кикбоксинге существенная ее часть уделяется гибкости, поскольку большой объем работы нужно выполнять ногами. Кикбоксинг – спорт стойких и бесстрашных. Именно такими показали себя воспитанники секции кикбоксинга молодежного центра «Ровесник» на чемпионате и первенстве ПФО. За звание чемпиона в Саратове боролись свыше 800 спортсменов, включая четверых наших ребят. Рябов Андрей занял первое место, провел три боя. Все три боя даже закончил досрочно. Рахим Гулов Азамов тоже провел два боя по очкам, к сожалению, не дошел до финала. Остальные парни тоже достойно себя проявили, работали достойно. Андрей Рябов занимается в секции полтора года и активно принимает участие во всех соревнованиях и патриотических мероприятиях, которые организует молодежный центр «Ровесник». Из Саратова он привез золотую медаль и кубок за лучшую технику. Победа – это само собой, но главное – опыт набираться. И злости нет на ринге. Иногда проявляется, когда сам прочувствуешь на себе удар. Потом ее в следующих боях можно отразить на соперниках. Эти награды – это благодаря заслугам наших тренеров. И самое главное – это упорство и старание нашего главного тренера Васильева Дениса Владимировича. А вот Азамат Рахимкулов в кикбоксинге с самого детства. За его плечами множество соревнований разного уровня. В Саратове ему досталась бронза. Я выиграл первый бой по очкам. Второй бой проиграл тоже по очкам. Соперники хорошие, достойные. Тоже занимаются немало, ездят тоже, как мы, много на каждое соревнование. Ну, я считаю, что я выступил достойно. Проиграл за свои ошибки. Потому что что-то не доработал. Есть над чем работать. Все ребята показали себя хорошо, проявили характер. В общем, молодцы. Не зря пахали на тренировках. И как бы это дало свои плоды на спину. Стоит отметить, что занятия по кикбоксингу в молодежном центре «Ровесник» проходят бесплатно. Записаться могут юноши и девушки от 7 до 18 лет. Татьяна Степанцова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова